Псалом 107. Песнь. Псалом Давида. Этот псалом точно так же предрекает возвращение иудеев из плена и предрещает спасение язычников. Он имеет большую близость к псалмам 56 и 59. Песню псалма называет словословие в разуме, как это видно будет из дальнейшего. Готово сердце мое Божие, буду петь и воспевать во славе моей. Мы уже сказали, что славой своей пророк называет благодать пророчество. Пользуясь, говорит, пророческую песню, я говорю тебе, владыки, что мое сердце твердо и готово к принятию твоей божественной благодати. Блаженны, говорит, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Они-то и скажут с верзновением, готово сердце мое Божие. Смысл этих слов пророка такой. Вот, владыка, что от меня требуется, то для тебя приготовлено. Посылай теперь твоего Святого Духа и дар пророческой благодати. Я приготовил язык мой для служения ей. Я встану рано, буду петь и воспевать во славе моей. Слава моя. Благодать пророчества или состояние, созерцатели и мести деятельное. Буду славить тебя, Господи, между народами. Буду воспевать тебя среди племен. Псалтирьем и гуслями называет пророк самого себя. Как бы из музыкального инструмента благодать Духа извлекала из него пророческое песнопение. А он отзывается на божественное вдохновение и душой, и телом. Причем гуслям соответствуют члены тела и органы чувств, посредством которых он воспринимает все, что нужно. Псалтирь уже разумные силы души. Как бы посвящая Богу начатке от своей жизни, пророк выделяет утренние часы, время света, как наиболее пригодное из всего дня. И так воодушевив себя к прославлению владыки, он затем обещает делать это рано утром, так как в это время его гимн не останется одиноким, но сольется со словословием бесчисленных народов и племен. Утром называет пророк воплощения Бога и Спасителя нашего, потому что из него воссияет свет истины. О нем по всей вселенной и устами всех поет блаженный Давид, прославляя божественные благодеяния. Ибо превыше небес милость твоя, и до облаков истина твоя. Величие твоей милости превосходит высоту небес. Повсюду проникли лучи твоей истины. Мы уже сказали, что облаками он называет и пророков, и апостолов, и облаченных благодатью учительства, потому что они, подобно каким-то облакам, приносят людям духовное орошение. И через них мы научаемся догматам истины. Милостью же и истиной называется тайна домостроительства Христова, как этот же пророк говорит в другом месте. Милость и истина встретятся воедино. Божество Христа и человечество встретились в воплощении Слова. Милость относится к божеству воплотившегося Слова, потому что оно именно помиловало свое создание, а истина к плоти, потому что не призрачно, как думают некоторые из еретиков, но истинно и действительно Бог Слова воплотился. В разъяснении этого Давид опять говорил, истина воссияет от земли, разумея человечество Господа от нашей земли, очевидно, человечество воссиявшее. Конечно, на небесах божество Христа было велико и окружено славой, которую он приобрел себе своими делами, но на земле оно было неведомо и покрыто тенью плоти. «Будь превознесен выше небес Божий, над всей землей да будет слава Твоя!» Это и блаженный Аввакум сказал, «Покрыло небеса величие его, и слава его наполнила землю!» Это же блаженный Давид говорил в восьмом псалме, «Господи Боже наш, как велико имя Твое по всей земле!» «Превыше небес!» Псалом 8.1 Следовательно, вознесся, сказано в смысле, «Покажи себя высоким, высшим сего, и пусть вся земля узнает Твою славу!» «Дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницы Твоей и услышь меня!» «Просят, чтобы скорее наступила Его благодать, и чтобы вознесшийся на небеса явил Свою славу по всей земле, чтобы были спасены те, которые могут говорить, которых избрал нас прежде создания мира, быть нам святыми и непорочными пред Ним в любви, и усыновил нас во Иисусе Христе Господе нашим!» «Возлюбленные же Божией суть люди, спасенные любовью Его к роду нашему!» «Их именно, вознесшись на небеса, Он освободил от древнего плена!» «Как говорит Павел, вошед на высоту, пленил плен и дал дары для человека!» Ефесянам 4.8. «Десницей же Божьей называет Его благое действие или Духа Святого, так как Он называется и Перстом Божиим в силу того, что Троица имеет единое существо, силу и действие!» «Итак, пророк просит, чтобы мы были спасены и услышаны Духом Святым, чтобы нам сделаться духовными и участниками Божественной благодати!» «Бог сказал во святилище Своем, «Восторжествую!» «Разделю сихем!» «И долину сахов размерю!»» Пророк получил то, о чем просил. «Так как Он сказал, вознесите!» «То Господь отвечает ему, вознесусь!» «И потом указывает, каким образом разделю сихем!» «Это город, данный Иосифу под предварительному решению!» «Но и долину, бывшую прежде в пустыне, и потом принявшую селение небесных пастырей, я наполню, говорит Бог, жителями и устрою, чтобы она была разделена между возвратившимися!» «Этими именами пророк изображает дары Святого Духа!» Он говорит о долине, на которой появляются палатки, очевидно, церкви, так как здесь же, на этой долине, по действию Духа, составляется собрание мысленных вод, я разумею, крещения. В другом месте Давид и говорит «И умножу пшеницу!» И действительно, плод нашего спасения умножается в водах крещения. Сихем же в переводе значит «плечо», то есть «возвышение преимущества», потому что в этом значении употребляется слово «плечо» в Священном Писании. Например, о Сауле сказано «И был он от плеч выше на целую голову». Что же выше Духа? Или что превосходнее Его даров, которые Христос, будучи вознесен, разделяет, а вместе, конечно, и измеряет, то есть дает в меру? Каждому дается проявление Духа на пользу. «Мой Галат, мой Монассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой! Я присвою себе не только Монассию, но и его страну, так как Галат имя-место, а Монассия название колено. И Ефрему я возвращу прежнее могущество. Но Иуду, конечно, сделают царем всех колен. Действительно, по возвращении из плена, колена остались неразделенными, и Зарвавель был вождем тех и других. В собственном же истинном смысле, Владыка Христос, происшедший от Иуды по плоти, царствует над всем созданием. «Моав, умывальная чаша моя, Наедома просру сапог мой, Над землей филистинскую восклицать буду! Моему народу я дам такую силу, Что она одолеет и на племенников, И подчинит себе мавитян и идумиян!» Определенное это выражение в 59-м псалме. Яснее и вразумительное перевел это место Акила, пятый переводчик, у которого сказано «Моав, мой умывальный сосуд, Иначе вместилище воды для омовения». Мне известно со слов одного еврея Тайное предание, что этим выражением В таинственном смысле указывается Происхождение Христа по плоти От рода Моава через мавитянку Руфь, От которой произошел Давид, царь, Из семени которого родился по плоти Христос. Мне же кажется, что через это И Моаву Бог обещает благодать, Призвание через возрождение водою. А если действительно обещается это Моаву, То мы имеем право думать подобное И об остальных язычниках, Что подтверждается и дальнейшим. И думеи происходили от возненавиденного Богом Исава. И так Бог говорит «Я наложу свой сапог на самую страну Того, которого я возненавидел». Значит, я войду в страну прежних врагов, Принимая их как друзей. «Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома?» Пророк, указав на призвание язычников, Ублажает, как в 59-м сонник, Кех, которого достоится увидеть то, Что ожидает иудейский народ, Желая быть одним из них. Город ограждения, Разумеется, церковь. Пророк молится и о том, Чтобы дойти до Едумеи, Куда Господь простает свой сапог И свою благодать, Которую он дарует язычникам. Не ты ли, Боже, Который отринул нас, И не выходишь, Боже, С войсками нашими, Если не ты, Боже, Уже не оказывающий нам помощи, Но сделавший нас рабами? Мы не были побеждены, Когда ты предводительствовал нами. Впрочем, и тогда, Когда другие отвержены тобою, Мы будем удостоены блаженства, Укрепляемое тобою. Потому и прибавил не выходишь С войсками нашими. Мы никогда не были побеждены, Когда ты предводительствовал И вел наши войска. Подай нам помощь в тесноте, Ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он не зложит врагов наших. Избавь же нас от скорби, И подай нам твою помощь, Иначе ниоткуда мы не можем получить ее. Всякая поддержка со стороны людей Без твоего содействия Напрасна и бесполезна. Поэтому-то мы обращаемся К твоему промыслу. Только благодаря Ему Мы можем одолеть врагов во Христе Иисусе, Господе нашим, Которому слава во веки веков. Аминь.